Еще одно устройство, которое должно быть в каждом доме. Салют всем любителям точных цифр. Сегодня я покажу 15 инструментов для измерения самых-самых разных величин. Какие-то из них пригодятся в любом доме, а какие-то только для специалистов. И сегодня у нас конкурс при поддержке канала Scout Channel, а призом в нем будет этот замечательный прибор для измерения температуры. Условия, как обычно, в конце. Начнем мы с такого простого устройства, как тестер батареек. Он работает по принципу нагрузочной вилки и определяет, в каком состоянии находится батарея. Основной плюс – это дешевизна и простота использования. Никакие навыки измерения не нужны, состояние отображается на стрелочном табло. Батарея заряжена, разряжена или пришла уже в негодность. Если же вам нужны точные значения, то стоит выбрать этот мультиметр. При стоимости меньше 200 рублей – это, пожалуй, лучший выбор для тех, кто использует такие приборы раз в год. В магазине такой же стоит раза в два дороже. Если кто не знает, с помощью него можно определять напряжение, ток и сопротивление. Ну а те, кто использует мультиметр в профессиональной деятельности, выберут нужный уже по своим требованиям. А вот это уже более экзотический прибор. Это цифровой лазерный тахометр, предназначенный для определения частоты вращения. Диапазон измерений – до 100 000 оборотов в минуту. Скорость вращения определяется бесконтактным способом на расстоянии до полуметра. Устройство достаточно компактно, имеет подсветку дисплея. С помощью него можно узнать скорость вращения, например, вала, электродвигателя, вентилятора и всего, что может вращаться. Это, наверное, всем уже известный и самый доступный по цене толщиномер. Чаще всего используется для определения толщины лакокрасочного покрытия на автомобиле. Эта маленькая штучка за тысячу с небольшим рублей при покупке авто поможет вам сэкономить гораздо большие деньги. У меня самого такой есть, работает отлично, полные рекомендации. Данный цифровой штангенциркуль стоит всего 300 рублей. Секрет такой его низкой цены заключается в том, что он частично выполнен из пластика. На самом деле, это проблемой не является. Отзывы очень хорошие, точность также замечательная. Опять же, если вы пользуетесь им раз в месяц, то прослужит он очень долго. А благодаря тому, что он цифровой, не нужно вглядываться в деление, все сразу видно на экране. Еще одно аналогичное по принципу работы устройства. Измеритель глубины протектора. Позволяет точно определять степень износа шины. То же самое можно сделать и штангенциркулем, однако, если это требуется делать часто, то такое более компактное устройство все-таки удобнее. Подобное устройство можно часто увидеть при тестировании различных зарядников и пауэрбанков. Оно показывает время зарядки, текущее напряжение и силу тока. И, соответственно, позволяет рассчитать текущую электрическую мощность и емкость подключенной батареи в ватт-часах. Таким образом, можно узнать реальную емкость аккумулятора в любом устройстве, либо пауэрбанке. Если стоит задача определить характеристики зарядного устройства, то можно к тестеру подключить такую искусственную нагрузку, изменяя ее сопротивление при постоянном напряжении в 5 вольт, мы получаем различные токи и, соответственно, видим, какой ток может отдавать зарядное устройство. Этот загадочный прибор называется ручной рефрактомет. Вообще они предназначены для определения концентрации растворов оптическим способом. Принцип работы можете найти в интернете. В нашем случае прибор имеет шкалу для определения температуры замерзания антифриза или незамерзающей жидкости. Таким образом, можно проверить качество незамерзайки или концентрацию антифриза. Возвращаемся к более привычным инструментам. Этот инфракрасный термометр я не смог не упомянуть. Опять же, все наверняка такие видели, я просто даю ссылку на самый дешевый вариант. Он позволяет определить бесконтактным способом температуру различных предметов. Диапазон измерений от минус 50 до 380 градусов Цельсия. Таким образом, можно измерить температуру вещей, до которых нельзя достать другими способами. Это может быть корпус микросхемы на плате, поверхность кухонной плиты или горячий двигатель. А это уже классический термометр, который измеряют с помощью привычной термопары. Его принадлежность к более высокому классу устройств, по имя качественного корпуса и большого крана, выдаёт ещё и диапазон измеряемых температур от минус 50 до плюс 750 градусов Цельсия. Это интересное и полезное устройство цифровой уровень. Или, если говорить правильно, инклинометр. Позволяет определять величину наклона в градусах. То есть, в отличие от обычного уровня, он позволяет не только выставить в ровную горизонталь, но и установить что-то под определенным углом. Точность составляет 0,2 градуса. Для условий бытового применения этого более чем достаточно. Ещё одно устройство, которое должно быть в каждом доме. Это тестер или индикаторная ручка. Если я ошибся в названии, пожалуйста поправьте. Эта штука стоит всего 90 рублей, но пользует неё на все 100. Позволяет определять, есть ли напряжение на контактах или проводке. Если поднести щуп к фазному проводу, то загорится красный светодиод и сработает звуковой сигнал. Изоляцию снимать не требуется. Плюс на небольшой глубине, до полутора сантиметров, может определить скрытую проводку. Если вам нужно знать скорость ветра, а точнее скорость движения любого воздушного или газового потока, то вам поможет только такой прибор. Называется он анимометр. Может измерять скорость ветра до 30 метров в секунду. Поможет всем, начиная от тех, кто измеряет скорость движения воздуха в вентиляционной шахте, заканчивая теми, кто прыгает с парашютом. Если вы любите тишину или наоборот громкую музыку, то этот прибор для вас. Данный шумомер позволяет определять громкость в диапазоне от 30 до 130 дБ. Устройство конечно же имеет микрофон, с помощью которого производится измерение и экран, на котором выводится результат. То есть вы можете определить, насколько тихой стала машина после дополнительной шумоизоляции или наоборот, насколько громко у вас играет музыка. Ну и еще один специфический прибор – люксметр. Нужен тем, кто хочет знать уровень освещенности в помещении. Измеряет величину светового потока. Можно не только определить соответствует ли рабочее место требованиям санпин, но и узнать какая лампа или светодиод ярче светит. Я выбрал вариант с выносным датчиком как более удобный. Помните, что на все товары можно получить скидку от 14 до 20% с помощью двойного кэшбэка. Я сам это лично проверил, видео есть в описании. Для участия в конкурсе подпишись на канал спонсора Scout Channel, на наш канал, поставь лайк и напиши позитивный комментарий. Результаты через неделю в нашей группе ВКонтакте. Вступай! Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Вы лучшие. И именно вам желаю удачи. Пока.